Сегодня мы в хлеву. Одна курочка получает у меня каждый день одну жменьку зерна. Это может быть либо овес, либо проса. Я куром рассыпаю зерно прямо на пол, потому что если бы у них была отдельная кормушка, то их объедали бы козы. Козы, несмотря на всю свою всеядность, очень брезгливые животные. Если она даже и может собирать по зернушку с пола, она этого делать не будет, потому что там подстилкой все пахнет, брезгует. А куры могут. А вот куры-то коз объесть особенно не в состоянии. Козы их, во-первых, гоняют, а во-вторых, ну что там курица склевать успеет. Зерна у меня есть три вида. Это овес, который в основном идет на корм животных, потому что это самое распространенное зерно раннего сутневековья. Это проса, который у меня почти уже закончился, сейчас его было немного. Есть еще так называемая зерновая смесь номер один, это пшеница, рожь и ячмень, но ее употребляю в пищу в основном я. Ну, по праздникам иногда я животным тоже даю, они едят ее с гораздо большим удовольствием, чем овес. Козам нужно давать 20 жменей зерна на троих. Ну так, примерно, можно чуть больше. Итого получается, что на кур у меня уходит 13 жменей овса каждый день, потому что курица 13 и 20 на косы. Итого 33. Козы штатив шатают, ну это нормально, мы же в хлеву. Такие вот дела. А зерно я храню здесь же в хлеву сверху на лагах, там же, где лежит сено. К сену у меня животные имеют неограниченный доступ постоянно. Сколько хотят его, столько едят. Лежит оно тоже на лагах в основном, чтобы они до него дотягивались, проявляли какую-то активность перед тем, как его есть. И кроме того, я приношу козам каждые несколько дней большой веник с квоей, который они тоже с удовольствием едят. Ушла ко мне моя любимая козочка, она научилась выпрашивать, чтобы я ее чесал. Подходит и рогами трется, а бедро знает, что я ее после этого по шее и по голове буду чесать. Ему это очень нравится, потому что они туда почти никакой частью тела дотянуться не могут. Копыт слишком далеко и высоко, а для рогов слишком близко. Только разве что, если обо что-то стороннее потереться. Но не всегда догадываются, это же козы все-таки.